Всем привет, дорогие друзья! С вами Кассида Юрич Топкин и прямо сейчас вместе с вами мы снова находимся на просторах провинции, ребята! Я живу в городе Невский и, кстати, я туда буквально отправлюсь через, ну, недельку, чуть меньше, потому что я еду в гости в Питер к Ваньку, ну и для тех, кто, ребят, не знает, вот впервые буду в этом городе, будет максимально интересно посмотреть, похожи ли у нас локации, которые есть на провинции с реальной жизнью. Вот прям мне действительно очень интересно. Что ж, друзья, поиграть вместе со мной, как обычно, можете по ссылочке в описании, если скачаете себе клиент на ПК, то играйте на шестом сервере, где играю я. Напомню, что у нас их всего семь и на каждом сервере свои правила, поэтому лучше вначале ознакомиться, разумеется, с правилами, чтобы не получать по шапке за всякие какие-то нелепые вещи, потому что такое тоже может быть. Что ж, ребята, сегодня я вам покажу новую механику, у нас, наконец-то, был добавлен тюнинг, правда, он уже добавлен был как месяц назад, даже после, наверное, 9 мая. У меня только сейчас руки до этого дошли, но, тем не менее, я считаю, что этот элемент интересный и можно, как говорится, показать его вам, потому что новички, разумеется, есть такие ребята, кто еще никогда не играл на провинции. А напомню, что здесь довольно-таки крутой автопарк, то есть у нас очень много машин из реальной жизни русского автопрома, ну а также, ребята, разумеется, есть иномарки, дорогие суперкары, Бугатти, Ла Феррари, всякие чего только нету. Были бы лишь деньги, чтобы их купить, остальное все не так уж и важно. Так вот, ребята, сегодня мы с вами купим внедорожник, я, кстати, возможно, на нем на рыбалочку съезжу, либо же на шашлычки, потому что машина, в принципе, если смотреть на наш колорит, она идеально подходит для того, чтобы этим заниматься. Итак, ребята, я добрался до нужной точки назначения, это магазин в городе Невский, русский автопром находится весь здесь, и меня интересует в данном, в общем-то, магазине только УАЗ Хантер. А что, в общем-то, его вам, разумеется, показать, как работает у нас прокачка и что из этого можно сделать. Давайте сделаем черный, блин, УАЗик, что бы нет. Цвет, конечно, может быть не самый идеальный, но думаю, что мы все равно сможем его затюнинговать, еще и перекрасить. Поэтому, ну, давайте пока будет так. Приехал на Порше, уезжаем на Хантере, ребята, стоимостью 550 тысяч рублей. Кстати, это довольно-таки много, я бы сказал, это довольно-таки жирный ценник, потому что в соседнем магазине, который напротив, можно купить за эти деньги BMW-шку в кузове Е34, которая в целом очень даже неплохая машина, это была моя первая машина, кстати, на проекте. Всем рекомендую, она со временем хуже мне стала абсолютно. А вообще, ребята, у меня на канале есть непосредственно ролики по тому, какие топ-тачки есть у нас сейчас на провинции для новичков. Недавно снимал информацию полезную, какие работы есть, чтобы быстрее качать левел, чтобы потом зарабатывать на работах еще больше денег. И все, что вам остается, это только поставить лайк, чтобы поддержать меня, подписаться на канал и смотреть эти ролики, если вдруг соберетесь играть на провинции, чтобы, конечно же, у вас не было вопросов, не было проблем по развитию. Давай, рандомайзер, сделай красиво, сделай красиво. 620 КРМ, неинтересно, такое себе, ребята. Итак, ребята, внешний тюнинг, это самое интересное, что мы будем с вами смотреть. И вот, я так понимаю, вот эта клавиша разная, да? Да, разная, ребята, то есть вот куда добавили, в общем-то, разработчики все эти дела. Типа матово-черный, а прикольно, слушай. Так, фароискатель. Одна только? Одна. Хорошо. Так, маскировка для фонарей. Ну, смотрится убого, но мы ее поставим. Тросы натянем. За 30 тысяч рублей два троса натянут. Что-то какие-то золотые тросы. Защита для окна. Это, получается, ребята, вот эти задние решетки. Их особо не видно на фоне УАЗика. Мы сейчас его перекрасим. Труба, шноркель. Неплохо так-то смотрится. Тоже поставим. Слушай, по деньгам тут это прилично выйдет. Накладка на глушитель. Дай мне глушитель, пожалуйста. Дай мне глушитель посмотреть. Ого. Вот это накладка. Так. Какая лучше? Это квадратная. Это круглая. Ну, квадратную, наверное. Чего бы нет. Разницы особо не вижу. Так. Расширение арок. Пожалуйста. Просто прилетело. Здравствуйте. Как говорится. Воздухосборник находится у нас, скорее всего, спереди. Давай, давай. Крутись. Вертись. Где? Ага. Вот он, ребята, появился у нас спереди. А так. Еще другой есть? Другого нету. Покупаем. Так. Защита уже стоит. Защита задних фар. Давайте я просто куплю, потом посмотрим. Защита двигателя. А где это? А где это? Не вижу где, но покупаем, ребята. Напишите в комментариях, что это такое. Багажник экспедиции за 150 тысяч сверху. Но, если честно, я не уверен, что он нахрен нужен. Так, 50 тысяч стоят, получается, фары сверху. Это тоже неплохо. Брызговики. Ну, они нужны. Без них вообще не смотрится, смотри. Ну, они по умолчанию уже вроде как стоят. Так, свет на кенгурятник. Тоже надо, ребята. Смотрится очень хорошо. И типа в зависимости от того, где какая деталь. То есть, смотрите. По деньгам-то прилично вышло, на самом деле. Если покупать все вот эти штуки. Ну, и типа вот этот багажник сверху. Если честно, он нахрен не нужен. Тем более за 150 тысяч рублей. Я думаю, что и так смотрится неплохо. Единственное, тут колеса надо точно поменять. Вот прям даже, как говорится, гадалки не ходи. Надо как-то посолить. Ладно, давайте потратим еще 300 тысяч, ребята, в УАЗик. Охренеть. Я думал, по деньгам это не так и дорого. Но сами видите прекрасно, что оказалось, что дорого. Дорого. Довольно-таки дорого. Где там полоса? Красная полоса за 45 тысяч. Но, мне кажется, она здесь лишняя. Ну, и типа высоту протектора менять тоже смысла нет. А по цвету. По цвету, да. Нужно, думаю, перекрашивать. Чтобы было отличие. То есть, чтобы можно было видеть те детали, которые мы с вами установили. О, кстати. Классический такой. Слушай, голубой УАЗик. Неплохо смотрится. Вот такой синеватый какой-то. А кайси мат. Ну, мат прям вообще, да. Кэнди прикольно. Двухсетка прикольная. Но я стандартную сделаю. Типа не вижу смысла еще сюда столько денег вбухивать. Что ж, ребята. Вот такой вот УАЗик. При этом мы с вами не ставили пакеты стейджа. Я думаю, что они здесь в принципе ни к чему. Это же все-таки УАЗик. А так, слушай, в целом смотрится это неплохо. Зацените. Очень даже хорошо. И вот это экспедиционный багажик сверху, который для багажа, он тоже как бы особо здесь-то нафиг и не нужен. Очень даже прикольно. Я бы добавил тюнинг заднего колеса обязательно. Сделал бы что-нибудь интересное. В принципе, по колесам. В принципе, здесь добавить-то больше нечего. Это чисто такой, ну, хороший, прям неплохой экземпляр у нас получился. Так, фары. Фары работают, все хорошо. Кстати, прям все фары работают. Вот это мое почтение. Это прикольненько. Ну и в целом, ребята, ваши оценки в комментариях. Напишите, стали бы вы покупать себе машину ради того, чтобы ее вот так вот затюнинговать. Ой, это мой язык. Это мои глаза. Это надо настроить все изнутри. Ну и в целом, я считаю, что это очень, ребята, неплохо. А для тех, кому интересно узнать, сколько стоят стейджи, давайте я просто залечу, покажу. Я думаю, они не такие дорогие. Если машина стоит типа 550, значит стейджи прям вообще, ну, копейки будут стоить. Кстати, кстати, антихрома нету. Тонировку забыли, ребята. Забыли тонировочку. Тонировочка обязательно нужна. Так намного бодрее. А по поводу сидушек, салон, ну, пускай белый будет, да. Пускай будет белый. Ну, пускай будет, слушай, тоже голубой. Я что-то как-то забыл про эти элементы. А он, кстати, такой есть, что ли? Нет, такой и нет. Я потратил очень много денег на этот УАЗик. Я такого не ожидал. И я смотрю, что здесь, что, настройки тюнинга. Пакет 55 базовый. Ладно, так и быть. Скорость по-любому, ребята, скорости не хватает. Да, я только понимаю, что все в скорость. Но тут уже, ребята, я тратиться не буду. Следующий пакет будет стоить где-то 550 тысяч. Для тех, кто хотел увидеть полную стоимость непосредственно прокачки данной машины. Ну, что ж, в принципе, неплохо. Напишите в комментариях, покупали бы вы ее себе или нет. Я считаю, что такие элементы тюнинга должны быть. И скоро, в общем-то, нас, в принципе, ждет новая система. И, кстати, УАЗик вообще приободрился. Он на стейджи стал ехать интереснее. То есть стейджи обязательно нужно ставить. А чтобы он налетал, нужно будет, конечно, разориться вообще на все пакеты, я так понимаю. Это еще, ребята, плюс 1600. Ну и, ребята, на этом моменте, пока мой зверь будет кушать, я буду с вами прощаться. Заправляет, кстати, 92-й. Почему бы и нет. Вот такой вот, ребята, красивый УАЗик. Я считаю, что элементы тюнинга вообще максимально прикольные. И я так понимаю, что добавили все, типа, темы, которые были связаны вот именно с уникальными машинами. А плюс еще две полоски на Форд Шелби вроде как добавили. И я читал в комментариях от разработчиков, что это система. Сейчас то, что ее ввели. И в будущем поможет создавать какие-то уникальные винилы вообще на все машины. И, возможно, нам дадут такую возможность делать винилы самому. Как, допустим, в некоторых гонках. Было бы довольно-таки, я думаю, что забавно. Играйте вместе со мной. Шестой серии провинции. Ссылки в описании. Лайк, комментарий. Приветствую. Подписку тем более. Всем, как говорится, пока. Увидимся в игре.